приветствую друзья и в этом видео я хочу вам рассказать какие семена у меня остались прошлого года какой посадочный материал какой посадочный материал я заготовила самостоятельно и что собственно мы будем высаживать в этом году обязательно потому что на следующий год оставлять это уже нельзя из того что сохранилось и давайте начнем наверное вот с этих цветочков это я честно говоря уже не помню где я покупала это луковицы вот так они упакованы и вроде как они не испортились потому что в прошлом году летом я совершенно про них забыла и мы даже вообще и думать забыли что у нас еще лежат вот такие голландские ирисы и в этом году обязательно их посажу прямо в землю весной не знаю пока буду ли как-то их заготавливать подготавливать то есть но скорее всего буду замачивать в максиме но пока не знаю насчет всяких замачиваний это будет отдельное видео и я расскажу свои секреты так второе у нас это вот такая вот броди м тоже маленькие луковички покупала также на самом деле не помню где но это уже год прошел так что понравились цветочки и вроде как она неприхотливая и тоже подходит под нашу землю вот тоже все отдельно сниму но если буду как-то вымачивать эти луковицы и подготавливать в посадке все это будет отдельно в видео вот такая анимона анимону я обожаю но вот никогда ее не сажала как-то это довольно странно и вот мне удалось купить луковички они довольно мелкие всего три штучки но я надеюсь что хоть что-то вырастет и вот эти вот цветы мы уже сажали то есть значит алиум он не зашел и вот такая вот хианадокса она у меня сидит в горшке до сих пор и ни разу не цвела вот очень удивительная вещь затем у нас вот такие вот астры собственно астры 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 были куплены они в октябре поэтому и остались прошлого года естественно куда их сажать но обычные помпончики белые розовые и вот такие серединками необычные так дальше дальше у меня на даче всегда стоит вот такая вот коробочка она довольно удобно такой мини органайзер то что я сажаю вот раскапываю грядочку и у меня здесь стоят пакетики в основном они все открытые может быть не открытые которые докупались в течение осени и первой части зимы вот и когда я сажаю они просто здесь стоят открытые я уже достаю и так сказать все и давайте посмотрим что же у нас здесь осталось у нас остался горох альфа мы в прошлом году так и не сажали потому что все как-то было совершенно некогда заниматься горохом давайте я наверно вытащу все это и мы посмотрим посмотрим уже конкретно из-за того что мы так и не успели посадить и я думаю что наверное будем сажать в этом году арабис арабис я обожаю сажала уже много раз очень красивые цветочки очень мелкий очень компактный красивый белый кустик не уверена насчет других цветов ну в плане там розовый голубой не уверена что такие есть но вот белый очень красиво смотрится и если я не ошибаюсь он не любит пересадку поэтому его нужно сажать прям в открытый грунт аквилегия но это мамина страсть и у нас разные сорта есть тоже если посмотрите летние видео с дачи то можете увидеть там разных цветов аквилегии аквилегии мы любим поэтому в принципе новые какие-то сорта они всегда актуальны для нас не вянник дела мам на пробу я такой не сажала ну сыне соответственно без комментариев в прошлом году просто было много всяких разных событий плохих и хороших и просто было немножко не до посевов вот поэтому часть каких-то цветов мы не успели посадить здесь видите красивая серия как будто бы краска испачкана вот такая крупная так записалась петрушка часто мы берем очень много всяких петрушек и укропов и они остаются еще на следующий год потому что очень много пакетиков я не всегда всю целиком высаживаю так редис такой длинный помните беленький был в прошлом видео а здесь вот похоже только розовый классический такой с белым носиком но только длинные такие сосульки очень хороший сорт 18 дневка он буквально вот вы сеете и через две две с половиной внутри максимум неделя у вас уже вырастает огромная редиска вы можете ее вполне уже вырывать и употреблять очень классный сорт рекомендуем укроп тоже в принципе без комментариев это всегда сажаем много вот такое колокольчики у нас есть такие лесные не уверена что это садовые но мама купила два пакетика просто наверное их как-то размножить потому что мы заметили что у нас их подворовывают возможно что соседи выкапывают и делают вид что мы не заметим вот корневая петрушка это мама любит я люблю ботву ботва собственно так обычный вот укроп кустистый так мыльнянка мыльнянку я уже сажала очень хороший цветочек вот у меня здесь прям указано прямым посевом в открытый грунт в мае и июне тоже видимо не любит пересадок но я честно говоря не помню сажала давно но в принципе хороший цветочек два пакетика кориандр тоже мама берет ну и сейчас на ароматную грядку вполне этот кориандр пойдет и укропчик так тут у меня открытые семена это у меня был патиссон солнышко очень хороший и очень хорошо идет на маринование или как-то назвать то есть если вы маринуете овощи которые сами вырастили так есть у меня кориандр янтарь две упаковки так много взяли так вот кабачок белоплодный в принципе я стараюсь если сажаю кабачки и вот кабачок горный кабачки какие-то патиссонные я стараюсь посадить полностью всю упаковку потому что никогда у меня не сходит все семена полностью то есть как правило еще либо пропадают либо оказываются пустыми либо их съедает медведка поэтому стараюсь всегда посадить всем и вот тут у меня был арбуз и дыня не знаю наверно в этом году надо будет их посеять потому что лежат они уже явно больше года не уверена что зайдут так тут у нас идет дайкон это мама наверно купила я никогда его не сажала даже не знаю в принципе что это никогда его не пробовала и по-моему это редька называется дайкон дайкон но вроде как это редька и редьку я не очень жалую она мне не очень нравится но если будем сеять расскажу как это будет происходить аквилегия вот такого необычного цвета тоже не успели посадить оставили на этот год вот такая аквилегия и вот такая розовая ну вы видите что мы еще и фанаты аквилегии так дальше идем у нас вот такая вот цветочек астро китайская по моему ее до ее сажали она пустая но оставили картинку честно говоря не помню по моему она взошла но было кустиков не очень много вот так тут у нас сельдерей чудак две пачки так там тоже на ароматную грядку это примула я обожаю примула большая фанатка ее это нужно сажать либо очень рано либо очень поздно в сентябре вот и она не любит пересадку хотя можно ее высаживать и рассадным способом но это тоже отдельно я расскажу сельдерей 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 и что-то еще похожее на ромашку так он это оставим честно говоря не помню и тут очень много гороха это из разряда того что просто мы в том году совершенно не успели и как-то не сложилось у нас посеять горох вот и в общем это иловецкий амброзия амброзию всегда мы сажаем это как-то самый такой стандартный сорт который мы сажаем из года в год амброзия воронежский зеленый очень хороший но очень жесткая у него кожура еще один иловецкий еще одна амброзия и еще один воронежский вот такой запас у нас остался с прошлого года и еще я хочу вам показать вот такие коробочки это я делаю самостоятельно запас каких-то семян которые цветов которые мне очень понравились так давайте посмотрим здесь у меня ноготки или календула как их еще называют я их собираю сама и сушу сама вот они все здесь смесь потому что я их никак в принципе не сортирую там отдельно желтые отдельно оранжевые отдельно еще какие-то все вместе так посмотрим здесь у меня бархатцы бархатцы мелкие желтые но я как видите их вообще не рассортировала то есть как собрала цветочки они так и лежат если удастся что-то из этого выводить при посадке посмотрим что взойдет хотя я не уверена мне принесли этот кустик он был уже мороженый но вот кое-какие семена тут есть посмотрим если что-то взойдет я вам покажу сеются они совершенно обычно просто землю и слезка присыпаются тут никаких заморочек нету так тут у меня укроп крупный укроп и пока я даже не знаю я хотела его использовать для консервирования но мы ничего не консервировали а он вырос довольно крупный и до семени то есть я не стала его срезать как бы вовремя и он дорос до такого состояния что образовалась семя дальше дальше у нас здесь настурция так скорее всего это красные цветочки да здесь у меня здесь и здесь настурция здесь белая настурция ну или такая светло кремовая а здесь красная вот чисто красных таких ядрёно-бородов цветов они почему-то очень редко вырастают настурцию я тоже очень люблю и но она красиво дополняет бордюр и заполняет поверхность льда и бордюра и листва крупная красивая и цветочки красивые вот и настурцию кстати можно осенью использовать как сидират ее не обязательно выкапывать в принципе я так и делаю я собираю семена а кустики оставляю на зиму просто в земле ну в общем вот такой у меня запас настурции и они точно так же я ее сажаю просто в землю уже весной как правило где-то в начале в середине мая вот вот такие запасы были я думаю что было опять же не скучно растянулось это немножко чуть дольше чем я планировала я думаю что у нас чуть меньше запасов вот и вот такой в общем обзор если есть какие то вопросы задавайте их в комментариях ставьте пальчик вверх подписывайтесь если вы еще не подписались не пропускайте новых видео и увидимся в будущих интересных не менее интересных видео я думаю когда начнем вместе сажать и как-то ухаживать подкармливать и так далее я расскажу несколько секретов которые я сама использую в огородничестве и с удовольствием и мне будет интересно ими поделиться и послушать ваше мнение в общем увидимся в следующих видео пока пока пока